Всем привет! Меня зовут Жанна, рада видеть вас на своем канале. Благодарю за лайки, комментарии, отзывы. Огромный привет с Приморска. Это Азовское море. Как всегда, после отдыха я пишу честный отзыв об отеле, в котором мы были. Поэтому, если мои дорогие подписчики соберутся в Украине отдыхать в Приморске, смотрите, в каком отеле отдыхали мы. Все плюсы и минусы я вам обязательно расскажу. Почему выбор пал у нас на отель Эйлинг, а именно так он называется, потому что здесь первая линия моря. Мы отдыхаем сейчас с мамой, но для нас очень важно, чтобы ей было близко выходить к морю. И я так поняла, что это один из самых дорогих отелей в Приморске. Цена его за сутки у нас 87 долларов, ну плюс-минус в зависимости от колебания курса доллара. И это, друзья, без питания. То есть рядом, на территории отеля. А территория тут просто крошечная, тоже вам ее покажем. Есть кафе, где можно позавтракать, пообедать и поужинать, но уже за свои дополнительные деньги. Скажу так, подведя итог, мы не жалеем, что здесь отдыхаем, потому что вот все, что мы хотели, мы здесь получили. Мы знали сразу, что отдых будет и all-inclusive, а не будет, как в Турции, Тунисе и Египте, что это всего лишь Приморск. Ну, а сейчас давайте обо всем поподробнее. Отель Эйлинг. Ехали к Эйлинг-отелю. Он закрыт. Сейчас нам откроют вход, и мы сможем въехать на территорию. Вот, собственно говоря, весь отель. Это вот это здание. Здесь парковка для машины. Все, конечно, красиво, зелено. Ну, территория минимальная. И вот сразу уже там выход на пляж. Вот что мне нравится на Азовском море, это совершенно особый аромат моря. Оно пахнет водорослями, рыбой, йодом. Необыкновенный морской, оздоровительный аромат. Да и знаете, так удивительно, приехали, тут нет людей, как будто бы все это для нас. Так, ну мы пошли заселяться. У нас номер 4. Давайте посмотрим, что тут есть. Шкаф. Сейф. Плотенчики. Покрывала. Столик со стульчиками. Вот такая первая комнатка. Так, идемте во вторую. Да, здесь еще у нас телевизор. Столик с чайничком. И вторая комнатка. Вот такая. Двуспальная кровать. Так. И выход, да, на балкон. Пойдемте. Пойдемте на балкон. Да-да, и собственно говоря, вот ради вот этого прекрасного вида на море мы и сняли этот номер. Ванная комната. Здесь у нас раковина небольшая. Душ. Ну, чистота относительная. Хотя номер стоит на троих. Давайте в долларах. Примерно 87 долларов в сутки. Конечно, наш сервис, который далеко не турецкий. В общем, чуть-чуть решили сдвинуть диван. Не поверите. Да-да. Это, в общем-то, грязь. Сейчас будем звать девушку администратора. Решил никого не звать. Вот он решил взять просто совочек. И, в общем-то, выполнить работу, которую должны делать горничные. Валер, да, молодец, конечно. Хотя я бы звала бы девушку, конечно. Ну, можно и так справиться. В балконе балконная. Вот такая балконная дверь. В общем, я вам показала и хорошее, и плохое. Хорошее море. Оно компенсирует все. Вид на наш отель с уровня моря. Выглядит он очень красиво. Хотя весь номерной фонд уже требует обновления. Уже все не так, как на сайте. Скажу, что девушка с рецепшеном пришла на четвертый день. Предложила нам сделать уборку, поменять белье, постельное, полотенце. Что было очень приятно. Шезлонги. Можно брать. Они входят в стоимость. Кстати, видели, тут работник убирал пляж после шторма от подорослей. Детская площадочка, кафе. Самое приятное, наверное, самый большой плюс отеля, что вот из-за этой, ну, завышенной цены пустой пляж. То есть фактически мы получаем свое распоряжение вот такой тихий отдых на Азовском море с комфортными условиями. И это самый главный плюс отеля. Скажу вам честно, если вы с детками, вероятно, вы можете подобрать и другой отель. Но в нашем случае, когда с пожилой мамой, то это было прекрасное решение, что вот отель прямо на берегу моря. Кафе морское называется. Ну, а сейчас вам покажем, что там внутри. В принципе, самое обыкновенное кафе. Стоечка. Почему-то без людей. Видимо, никто кушать не хочет. Вот такой получился отзыв об отеле Елинг. Приморск, Азовское море, Украина. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно отдыхайте на море. И хорошего вам дня. Субтитры подогнал Игорь Негода.